Медресе в старом городе Шымкента признали аварийным. Его сейчас сносят. На этом месте обещают построить новое здание за счет спонсора. Новость о сносе в Медресе вызвала небывалый общественный резонанс в социальных сетях. Старый город мечети нету? Видео вмиг облетело Казнет. Это решение назвали кощунственным, заявив, что здание Медресе имеет свою историческую ценность наравне со старой мечетью. Сейчас о Медресе напоминает разве что эти уцелевшие стены. При этом мнение шымкентцев о сносе разделилось. Планируют здесь построить новое Медресе. Говорят, что еще будет стоянка. Я думаю, что правильно поступают, потому что здание реально было аварийным. И думаю, что лучше построить новое здание, нежели ремонтировать старое. В этом Медресе в свое время получала знания моя сестра и супруга. Старый мечети. Старый. Уже фактически. Уже ему сколько? 1889 год. Она уже, считаешь, должна была в ЮНЕСКО должна была зайти. Правильно, да? А как вы думаете, это здание нужно было реконструировать? Конечно, конечно. Старое должно что-то остаться, правильно? Аким Шымкент Ахаби Цыздыхбеков был крайне возмущен тем, что представители духовенства не сообщили о такой важной для города новости заранее. Городоначальник поручил не допускать впредь несогласованного с властями сноса и не затягивать со строительством нового здания Медресе. Есть народ. Нужно их предупреждать о таком. Я впервые о сносе слышу. Нужно было встретиться со всеми и с журналистами в том числе. Почему никто не сообщает о таком? Завершите строительство Медресе за два месяца максимум. Я сам узнал о сносе сегодня утром через социальные сети. Конечно, это моя ответственность. Я один за это отвечаю. Выяснилось, что в список культурного наследия входит сама мечеть. Медресе не входит. Также Аксакалы сообщили, что крыша здания упала. Может, это решение тоже было правильным. На строительство нового здания планируют потратить около 135 миллионов тенге за счет спонсора, который пожелал остаться анонимным. Главный имам Шимкента заверил, что старое здание религиозного учреждения было крайне опасным. Ветхие полы и протекающая крыша представляли опасность для воспитанников. Информация о том, что мечеть будет сносить, не соответствует действительности. Рядом с мечетью есть здания, которые были построены в 1980 году и сданы в эксплуатацию в 1990 году. В 2014 году данное Медресе мы отремонтировали за счет спонсоров. Однако двухэтажное здание было признано аварийным. У нас есть документы. Я сам выпускник этого Медресея и считаю, что здание нельзя оставлять в таком состоянии. Выражаем благодарности маме мечети, который дал разрешение на данную работу. У нас есть гарантия от подрядчика, что он построит здесь новое здание в течение полутора лет. Спонсор пожелал остаться анонимным. Мечеть Джами, или как ее называют в народе, мечеть Кошхарата была построена в XIX веке. Это единственное в Казахстане здание, возведенное в стиле классического ферганского зодчества и сохранившееся со времен правления Коканда. Местные власти заверили, что здание мечети сносить не будут. Куркем Сибалиева, Мирас Ашенов, Сергей Константинов, информационная служба, телекомпания «Утрар».